всем привет изменил немножко название канала чтобы вы понимали о чем канал и откуда я понятно да то есть и чем я занимаюсь моя деятельность поэтому немножко изменил название канала но еще название канала входит такое как неон vd 163 речь идет именно этом аппарате который мне нравится больше всего то есть из тех которые я покупал этот лучший поэтому неон vd 163 он идет без ручки он идет без ручки это я уже сам поставил но все равно он очень прикольный такие вот дела ну и сейчас покажу вам расскажу про сварочные аппараты то есть прогулка по магазину смотрим сварочные аппараты викинг и микроша то есть какой из них выбрать или викинг slim 160 или микроша 160 пнц поехали так какой же все-таки выбрать сварочный аппарат до задали мне такой вопрос то ли микроша 160 пнц то ли викинг slim 160 но эти два аппарата я вообще не знаю какая у них дуга немножко могу представить потому что у меня не он есть которого тоже немецкие транзисторы стоят фирмы infineon что на викинге что на микроша оба они русские аппараты микроша производится в городе азов ростовская область slim производится то есть викинг slim 160 производится в москве фирма тор всем известные сварочные аппараты торус вот они на эта фирма начал выпускать сварочные аппараты викинг только на торусе стоят мосфетовские транзисторы а на викинге инфинион транзисторы эти транзисторы считаются самыми лучшими в мире производятся они в германии второе место занимает по транзисторам это американские транзисторы fire как-то так называется название fire какие-то там вот так называются транзисторы американские они занимают второе место вот поэтому выбор сварочного аппарата российского производства это будет лучший выбор поэтому они надежные друга стабильная то есть замечательные аппараты ножки видите какие стоят высокие резиновые корпус металлический ну все все сделано по уму вот так же же здесь все то же самое люди у меня спрашивают да какой выбрать короче аппарат какой же из них лучше ой даже не знаю даже не знаю оба хороши ну викинг да показывают что он варит пятерка электродом такое возможно значит у него хороший форсаж дуги почему потому что пятеркой надо варить на 108 от 180 ампер это должно быть в аппарате от 180 ампер чтобы варить пятеркой скорее всего 180 ампер он нагоняет каким образом то есть у него 160 есть рабочих ампер плюс у него еще короткое замыкание допустим где-то 200 ампер и вот уже запас 40 ампер я думаю что когда вставляют в него пятерку форсаж дуги начинает накидывать ему ампер ним сколько можно чтобы хорошо горел электрод пятерка и вот он примерно где-то до 180 накидывает и она начинает гореть работать пятеркой работать конечно же вы не сможете такими электродами потому что ну защиту зайдет быстро потом плохо он будет проплавлять короче этот электрод то есть это показали что типа он просто может их зажигать но не более того работать нельзя вот конечно это плюс большой если поговорить за микрошу то чё нравится в ней то что у нее стоит электронное табло на котором показывает например если например повышенное напряжение то он на экране показывает что ошибка короче то есть повышенное напряжение выдает эту ошибку повышен и говорит повышенное напряжение или наоборот нет напряжения понятно да или например например электрод залип то есть об этом все обо всем на экране пишется это раз второе тоже у него стабильная вот это вот дуга соответственно плюс то что выдерживает повышенное напряжение пониженное напряжение ну так же я думаю это то же самое выдерживает и повышенное он вот этот аппарат написано работает от 160 вольт а вот этот аппарат работает от 140 по моим вольт 90 вольт у него холостого хода у этого аппарата но это все пишут я же опять не знаю понимаете это надо его проверять короче на делать тест обзор тест надо сделать этого аппарата чтобы конкретно я мог вам их посоветовать понимаете а так ну я считаю ну что эти оба аппарата достойны короче потому что они русские раз русские значит надежные надежные и во всем отношении то есть не будут бояться пониженного напряжения не будут бояться повышенного напряжения понятно да и вот меня задают вопрос какой из них выбрать но это я не знаю как вам сказать выбирайте какой больше нравится на вид понимаете то что я не знаю какая у них дуга ни у этого аппарата не у этого не знаю не знаю правда ли написано за них или нет но раз они русские значит они оба хорошие аппарата какой из них выбрать да ну я бы какой взял я пожалуй взял бы викинг почему викинг потому что он такой более скажем более плотнее такой ребра жесткости у него закрыты передние ой ребра жесткости эти ребра вентиляционные передние видите они закрыты что если например пошел маленький дождик какой-нибудь да такое раба надо закончить работу вот и и пусть себе идет он не попадет внутрь понимаете через такие вот решетки а вот здесь решетки открыты видно да открыты то есть в этот аппарат быстрее всего попадет вода или еще что то поэтому я бы все таки выбрал викинг если поставили выбор мне да то выбрал бы викинг хотя они оба хорошие аппараты если это дали например на работе сказали какой вы предлагаю два варианта какой возьмешь работать да ну возьму конечно этот потому что он более такой защищенный более корпус защищенный более но если дали вот этот я тоже не отказался бы потому что он русский в городе ростове вообще в ростове ростовской области хорошие аппараты делают поэтому можно брать смело тоже то есть выбор за вами смотрите какой вам цвет больше нравится тут и берите нравится вам с крутилками где их много берите с крутилками вот но особо я вам скажу не надо зацикливаться на вот этих вот крутилках короче то есть регуляторы форсажа дуги до стоит а здесь его нет так я вам скажу больше вот где его нет мне кажется здесь лучше потому что тут стоит плата управления которая управляет этим форсажом дуги это же будет лучше чем вы будете вручную его нас накручивать вставить понимаете говорят типа тонкий металл варить там мешает блин если он слишком тонкий то его вообще не стоит электродами варить для этого есть полуавтоматы а в остальном он только он не мешает он наоборот помогает понятно так что вот эта крутилка она только как бы делает вид что аппарат какой-то супер прикольный ну еще что ну не супер прикольная как она типа дизайн придает аппарату смотрите сколько крутилок сколько настроек поэтому надо брать именно этот аппарат на самом деле нет в этом аппарате стоит крутилки эти все стоят внутри уже в схеме и управляет они управляются они автоматически а здесь рукой надо накручивать ну и смотрю дисплей здесь стоит такой же как на неоне на него не точно такие же стоят дисплеи они очень яркие очень отображают классно видно вообще классные дисплеи вот ну все обсказал вам да с 2007 года выпускает этот аппарат микроша они также делают микроша потом у них там есть даже как его терми по моему они что же делают и и этот самый как его не кварца как-то в общем я их даже не встречал эти аппараты ладно проехали так что выбор за вами у два аппарата два хороших аппарата смотрите какой больше вам нравится такое берите конец видео